Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, а вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Кстати, если вы на нас еще до сих пор не подписались, рекомендуем это сделать. На канале вы найдете большое количество интересного и полезного материала обо всем, что касается выбора и приобретения поддержанного автомобиля. Ну а узнать более детальную информацию по нашим машинам, а также по вакансиям, вы можете, перейдя по ссылочкам, которые будут на экране. Герой нашего сегодняшнего обзора это полноразмерный люксовый минивэн от компании Toyota. Его предшественник второго поколения уже как-то фигурировал в обзорах на нашем канале. Но сегодня мы покажем и расскажем, что представляет собой Toyota Alphard актуальной генерации в кузове H30. Toyota Alphard третьего поколения в кузове H30 появилась в 2015 году. Эта машина продолжает выпускаться до сих пор. Ее обновляли дважды в 2017 и в 2023 году. Соответственно, у себя на родине этот автобус предлагался в нескольких вариантах в плане силовых установок. Здесь мог быть гибрид в составе бензинового двигателя на 2,5 литра рабочего объема и 152 лошади плюс 2 электромотора на 105 и 50 лошадиных сил. Только полноприводные, соответственно. Были обычные бензиновые автобусы с двигателем 2,5 литра на 182 лошадиные силы, вариатором и передним либо полным приводом. И максимальная версия своеобразная шестерка объемом 3,5 литра на 301 лошадь с автоматической коробкой передач и передним либо полным приводом. Наш сегодняшний экземпляр 2018 года выпуска по России. Машина не ездила, а родной пробег по Японии 47 тысяч километров. И это гибридная версия. Место на дороге, кажущееся огромным снаружи Альфард, занимает столько же, сколько иной седан бизнес-класса. Длина этого автобуса 4,95 метра, ширина 1,85 метра, а высота 1,93 метра, либо 1,95 метра, в зависимости от исполнения. Снаряженная масса этого автобуса 2 тонны 150 килограмм, а колесная база здесь 3 метра ровно. Если говорить про толщину заводского слоя лакокрасочного покрытия, то у Альфарда этой генерации оно будет лежать где-то в диапазоне от 110-115 до 130 микрон. То бишь, разброс очень, на самом деле, небольшой. По традиции, обзор внутреннего пространства автомобиля. Начнем с багажного отделения. Доступ куда? Нам открывает огромная по своей площади крышка багажника. Правда, электроприводом она не снабжена. При установленных на место сидениях третьего ряда объем багажника Альфарда не такой уж и огромный. Давайте вооружимся рулеткой и посмотрим, как обстоят дела с линейными размерами. Ширина проема багажника у этого автомобиля 1,27 метра по его средней части, а высота от пола до крыши 1,18 метра. Сидения третьего ряда в данном случае имеют продольную регулировку. Если сдвинуть их до упора назад, то под багаж у вас останется всего 25 сантиметров по полу. Но если поставить его в крайнее переднее положение, то расстояние, куда можно сложить груз, будет порядка 64 сантиметров. Если же нужно больше места, вы можете просто сложить и подвесить сидение к боковой панели. В этом случае расстояние до переднего кресла будет порядка 1,35 метра по полу. Не забывайте, что второй ряд здесь тоже можно регулировать. Ну а если груз очень длинный, но при этом узкий, и вы просудите его между креслами второго ряда, то до центрального тоннеля у вас будет где-то 2,36 метра. Ну а ширина багажника по полу это около метр тридцать. Что касается дополнительных удобств по багажному отделению Альфарда, слева и справа у нас располагаются плафоны освещения. Также здесь присутствует 100-вольтовая розетка под штепсель с квадратным сечением вилки. И с левой стороны багажного отделения, внизу за пластиковой крышкой располагается аккумуляторная батарея, с которой данный гибрид запускает компьютеры. А набор штатного инструмента прячется в нише по левой стороне. Самая интересная часть Toyota Альфард это, конечно, салон. Попадая внутрь третьего поколения, отмечаешь, что здесь очень-очень много места. Хотя архитектурная преемственность с предыдущей второй генерацией здесь, конечно, прослеживается. Но вот стилистика стала другая. Здесь меньше округлостей и больше граненых форм. А попадаешь внутрь все тем же путем, буквально восходя на водительское место. Здесь даже сохранилась ступенька на полу. За рулем этой машины быстро устраиваешься удобно. Несмотря на то, что это минивэн, отделанные кожей кресла имеют довольно ярко выраженную боковую поддержку. Это неожиданно, но приятно. Кресло очень хорошо фиксирует корпус в поворотах. Что касается регулировок. Рулевая колонка в данном случае имеет регулировки по вылету и по наклону. Причем в достаточном для данного автомобиля диапазоне. Водительское и пассажирское кресло снабжены электрическими регулировками. Причем если отодвинуться до упора назад, то полностью вытягивая левую ногу в колени, я не могу дотянуться до пола салона даже вытянутым носком. А мой рост это 1,86 м. То есть, соответственно, с подстройкой сидения под рослого водителя никаких проблем не будет. Опоры под локти здесь достаточно как для водителя, так и для переднего пассажира. Центральный подлокотник широкий, толкаться локтями здесь никто не будет. Рулевое колесо очень удобное. Оно небольшого диаметра, в меру хваткое. Отделано кожей, кстати говоря, не скользкое. Плюс имеет вставыши под темное дерево. В плане отделки салона передняя панель здесь обшита кожей. Верхняя ее часть также чем-то обтянута. Здесь даже есть имитация прострочки. Боковые панели относительно мягкие. Подлокотники отделаны кожей. И вообще голой пластмассы в этом интерьере на самом деле не так уж много. Что касается разного рода кнопок и клавиш управления. Здесь стандартный блок стеклоподъемников на водительской двери. Причем все четыре стекла здесь имеют авторежим. Клавиша управления складыванием боковых зеркал, где есть в том числе и положение автоматического складывания при выключении зажигания. На дверной карте сверху клавиша управления памятью сидений. Здесь водительское кресло может запоминать до трех различных конфигураций. Справа внизу клавиша запуска остановки двигателя. Ну или в данном случае включение-выключение автомобиля. Речь идет о гибриде. Блок дополнительных клавиш. Это клавиша включения-выключения системы автоматического переключения света ближней и дальней. Выключение электропривода дверей. А также звуковых оповещений. На рулевом колесе у нас два больших блока клавиш. Это все что связано с бортовым компьютером справа. Здесь же система предупреждения столкновений. И система контроля движения в полосе. По левой стороне управление мультимедией телефоном. Круиз-контроль в данном случае выполнен в виде привычного и знакомого по многим другим моделям Toyota джойстика. Подрулевые переключатели здесь удобно и тянуться к ним не надо. Включаются они без дешевых пластмассовых щелчков и пользоваться ими удобно. С левой стороны у приборной панели клавиша регулировки яркости подсветки приборов и клавиша сброса одометра. Сама приборная панель здесь современная и при этом абсолютно не перегруженная. Она весьма удобная в использовании и подсветка не раздражает глаз. Справа спидометр, в который вписан маленький кругляшок указателя уровня топлива. Слева температура двигателя и индикатор режимов работы гибридной установки. Заряд экономичный, либо режим power, когда автомобиль забирает мощность из батареи. По центру большой цветной дисплей бортовика. По центру приборной панели огромная диагональ и монитор мультимедийной системы, на которой также выводится картинка с камеры заднего вида, причем очень хорошего разрешения. Внизу клавиша управления мультимедиа, ну и ниже панель климат-контроля. Климат в данном случае у нас трехзонный. Регулировка температуры осуществляется при помощи удобных поворотных рукояток. Обороты вентилятора регулируются уже нарисованными сенсорными клавишами на панели. Здесь крупные шрифты, удобные ручки и в целом все достаточно привычно. Внизу под правой ручкой регулировки температуры припрятались клавиши настройки часов. Селектор коробки передач здесь у нас привычной формы. Присутствует клавиша электронного стояночного тормоза. Есть режим hold, когда машина держится на месте при отпущенных тормозах. Очень удобно для движения в пробке. Клавиша управления режимом автомобиля. Экономичный режим. Режим движения на электротяге. И между ними клавиша выключения системы стабилизации. Подогревы сидений здесь выполнены в виде выдвижных маленьких рукояточек. Подобно тому, как это было реализовано в Land Cruiser 200 или Camry 50. Сидения имеют вентиляцию и подогрев. И в целом пользоваться этим делом удобно. Что касается бардачков, полочек и прочих емкостей для хранения. В центре широченного тоннеля у нас присутствуют два подстаканника и полка, куда можно положить ключи. Либо мобильный телефон с прорезиненным нескользящим покрытием. Есть дополнительный небольшой бардачок с микролифтом, где в данном случае располагается пульт управления DVD для задних пассажиров. У переднего пассажира есть выдвижной подстаканник. Также подстаканник, прикрытый крышечкой с микролифтом, присутствует у водителя с края приборной панели. Ну и основной бардачок этого автомобиля весьма скромный по объему. Причем внутри полностью отделанный материалом, напоминающим бархат. Однако пачка документов формата А4, сложенной вдвое, сюда в принципе поместится. При этом у Альфарда очень объемный центральный бокс, крышка которого откидывается в сторону. Здесь внутри присутствует HDMI-разъем, USB-розетка, 12-вольтовая для зарядки разного рода устройств. Плюс еще одна 100-вольтовая розетка. Наверху перед зеркалом заднего вида есть подочечник, также, кстати, изнутри отделанный мягким материалом. На потолке располагаются клавиши управления электроприводом боковых дверей, а также клавиши управления люком. Причем в данном случае электрифицирован у нас люк для задних пассажиров, а передний механический. Что касается обзорности в этом автомобиле, с ней все в порядке, несмотря на солидные внешние габариты. Линия остекления довольно низкая, боковые зеркала огромные. Парковаться задним ходом помогает камера, изображение с которой выводится на большой дисплей. Есть крупные и вполне функциональные окошки в передних стойках, за которыми уже не спрячется пешеход при повороте направо либо налево. Ну а с маневрами передним ходом помогает дополнительное зеркало на левом переднем крыле, в которое вы можете контролировать происходящее с левым передним коресом и пространство перед передним бампером. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на задних рядах. На заднем ряду Альфарда предсказуемо очень просторно и очень комфортно. Это действительно люксовый минивэн, который идеально подойдет для дальних путешествий. Задние сидения здесь имеют механические регулировки, но зато их много. Вы можете как двигать заднее сидение, причем в очень большом диапазоне. Вот это максимально сдвинутое назад положение, при котором вы можете ехать, закинув ногу на ногу. Но если понадобится освободить место для заднего ряда, можно пододвинуться и поближе, не сильно потеснив себя в плане пространства. Также к услугам задних пассажиров в дальней дороге в этом автомобиле и выдвижная атаманка, упор под ноги. Это очень удобно, что вкупе с возможностью откинуться назад позволяет вам занимать здесь очень удобное, практически лежачее положение. Что касается дополнительных удобств для пассажиров заднего ряда, то к их услугам большой монитор, на который выводится изображение с DVD-проигрывателя, собственная панель управления климатом, также здесь есть клавиши управления задним люком, дефлекторы вентиляции, дополнительные плафоны освещения. Присутствует небольшой бардачок для мелочей в центральном боксе. Внизу есть достаточно большой и объемный бокс, куда также можно что-то положить. 100-вольтовая розетка внизу. У левого заднего пассажира есть возможность корректировать посадку пассажира переднего при помощи клавиш управления электроприводом сидения. Ну а внизу дверных карт присутствуют подстаканники. Также в данном случае вы можете воспользоваться шторкой. Кстати, второй ряд здесь регулируется не только по длине, но и, если можно так выразиться, в поперечном направлении. И если вы раздвинете кресло максимально по бортам, то к вашим услугам будет еще и дополнительный столик посредине, который открывается из правого кресла на манер того, как это происходило в Хондах ЦРВ второй генерации. В этом случае вы получите еще два подстаканника. Ну а теперь давайте посмотрим, как обстоят дела на самом заднем ряду этого автомобиля. Что касается третьего ряда, то даже при максимально отодвинутом назад сидении ряда второго, места для коленей здесь остается достаточно. При росте 1,86 м я здесь не чувствую себя зажатым. Под правой рукой у вас присутствует подлокотник. С левой стороны ручка, позволяющая вам корректировать угол наклона спинки сидения. Соответственно, постранство сзади достаточно, чтобы и на третьем ряду развалиться в полулежачем положении. Присутствует два подстаканника по бокам справа на подлокотниках. Плюс, если пассажиры второго ряда откроют столик, у вас будет еще два дополнительных места. Так что, как ни крути, а Toyota Alphard – это один из автомобилей, которые можно по праву назвать шести или семи местными минивэнами. Что касается силовых установок третьего Alphard под капотом, располагаются по-прежнему три варианта двигателей. Первый – два AR-FXE. Силовая установка, адаптированная для работы в составе гибрида. Объем 2,5 литра, мощность 152 лошадиные силы. В составе гибридной установки работает также инвертор-преобразователь и высоковольтная батарея. В качестве коробки передач выступает планетарный редуктор. У гибридного Alphard две системы охлаждения и два насоса системы охлаждения. Соответственно, электрических – один для бензинового двигателя и один для инвертора. Помните об этом, если столкнетесь с необходимостью замены антифриза. В целом, схема параллельного гибрида, уже давно отработанная компанией Toyota на Prius, не дает сбоев и на этих минивэнах. Эти автомобили отличаются весьма неплохой динамикой, благодаря электромоторам и умеренным расходам топлива для своих габаритов и массы. Обычный бензиновый Alphard с младшим мотором будет иметь объем 2,5 литра и 182 лошадиные силы мощности. Под капотом таких автобусов располагается рядная четверка 2ARFE. Этот же двигатель вы можете обнаружить под капотом 50-й Camry. Мотор имеет цепной привод ГРМ, обычный распределенный впрыск топлива, гидрокомпенсаторы и фазовращатели на впускном и выпускном распредвалу. Двигатель крайне надежный, 2ARFE вообще практически не имеет конструктивных недостатков. Ресурс подобных силовых установок превышает 300-350 тысяч километров. И по сути, основная претензия к этим двигателям при больших пробегах, это наличие посторонних шумов при работе муфт фазовращателей. Ну и конечно, если мотор был предварительно перегрет, можно столкнуться с расходом масла на угар. Топовый двигатель в линейке это 3,5 литра V-образная шестерка на 301 лошадиную силу. Мотор, относящийся к семейству 2GR, но суффикс в индексе этого двигателя FKS, что указывает на наличие на данной силовой установке комбинированного впрыска топлива D4S. То есть этот двигатель имеет 4 форсунки прямого и 4 форсунки распределенного впрыска. Соответственно, есть и ТНВД. Какой режим работы впрыска выбрать, решает электроника, исходя из конкретных условий. Эта система позволяет поднять мощность и снизить расход топлива. 2GR FKS двигатель относительно новый. Он появился в 2015 году. Гидрокомпенсаторы на него компания поставила. Заниматься регулировкой клапанных зазоров на нем уже не нужно. Привод ГРМ по-прежнему цепной. В целом ресурс 2GR FKS порядка 300 тысяч километров пробега. Мотор надежный, но требовательный к качеству топлива и к его октановому числу. Желательно заправлять подобные машины 98-м бензином. Из основных проблем, которыми успели отметиться 3,5-литровые шестерки нового образца, это запотевание и течи масла по лобовине двигателя, а также клина электровакуумного клапана продувки от сорбера. Не такие уж критичные вещи. По крайней мере, по части поршневой группы эти двигатели держатся хорошо. Что касается коробок передач, у всех трех вариантов по коробкам вопросов по большому счету нет. Помните, что вариаторная коробка на двигателе 2,5 бензин негибридным требует замены рабочей жидкости раз в 40-45 тысяч километров пробега. А восьмиступенчатый автомат, который агрегатируется с двигателем 3,5 раз в 60. Не забывайте обслуживать трансмиссию и постарайтесь приберечь ее от ударных нагрузок. В этом случае коробка отслужит 250+. Перед тем, как посмотреть на Альфа-Р третьей генерации снизу на подъемнике, давайте пробежимся по дорожному просвету, каталожное значение которого для данной модели 165 миллиметров. Вооружимся рулеткой и посмотрим, соответствуют ли эти цифры заявленным. Низшая точка этого автомобиля находится в районе переднего подрамника и здесь расстояние от земли до него порядка 17 сантиметров. Передний бампер находится выше, его задний край на расстоянии 20 сантиметров от асфальта, а до резинового брызговика под ним порядка 14. До порога за передним колесом 20 сантиметров. В задней части чуть больше 22, а до резинового брызговика 17. Расстояние от асфальта до края заднего бампера порядка 24 сантиметров. Так что с парковкой к поребрикам на этом микроавтобусе вопросов возникать не должно. Вообще в целом показатели клиренса для этой машины очень даже неплохие, как у иных кроссоверов. Но делайте поправку на длинную колесную базу. Что касается подвески этого автобуса, то передняя подвеска выполнена по схеме Макферсон. Шаровые опоры здесь на болтовом соединении меняются отдельно от рычагов. Стабилизатор поперечной устойчивости имеет не слишком простой доступ. Кое-что открутить все же придется, но в целом расположен он здесь удачно. Рулевая рейка полностью электрическая. Каких-то шлангов гидроуксилителя здесь естественно нет. Соответственно и по протечкам тоже не будет никаких вопросов. Что касается обработки антикоррозионными составами, то с завода этот автомобиль имеет разве что шовный герметик, если говорить про среднюю часть и передние лонжероны. На порогах картина та же, здесь чуть больше шовного герметика, но какого-то специального антикура никто сюда не наносил. Чуть больше антикоррозийной защиты мы видим в задней части автомобиля, в районе днища и на порогах. Но это все еще слишком локально. Топливный бак имеет объем 65 литров, причем независимо от комплектации автомобиля. Неважно гибрид у вас или 3,5 литровый V6. Сам бак в данном случае у нас металлический, как и часть его заливной горловины. Однако пока автомобили еще достаточно свежие, каких-то проблем в плане коррозии это не представляет. А вот задняя подвеска третьей генерации Альфарда, в отличие от второго поколения, теперь уже независимая. Здесь многорычажка. Соответственно, при осмотре подобного автомобиля обращать внимание на состояние сайлентблоков все же рекомендуется. Особенно если пробег большой, дабы не заниматься перетряхиванием всего этого хозяйства. Ну а амортизаторы и пружины в данном случае по-прежнему разнесены и меняются отдельно, независимо друг от друга. Если у полноприводных бензиновых вариантов нужно осматривать еще и кардан на предмет состояния крестовины подвесного подшипника, то вот гибридный вариант при наличии полного привода проблемы с карданом лишен в связи с отсутствием такового. За подключение в работу задней оси отвечает отдельный электродвигатель. Таким мы увидели сегодня автомобиль Toyota Alphard Hybrid 2018 года выпуска с пробегом по Японии 47 тысяч километров. Если у вас был или есть подобный автобус третьего поколения, на котором вы проехали не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, прописывайте все в комментариях. Людям, которые ищут подобную машину, ваш комментарий может помочь определиться с выбором. Если вас заинтересовал конкретный экземпляр, который был сегодня на нашем подъемнике, то всю интересующую вас дополнительную информацию по машине, включая стоимость на текущий момент, уточняйте по телефону. Телефон указан внизу в описании под видео. На нем же есть WhatsApp, так что пишите, звоните, задавайте вопросы. Если обзор был полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и не забывайте указывать, какие машины вы хотели бы видеть в наших обзорах в будущем. Ну а мы в свою очередь постараемся их для вас раздобыть и отснять. На этом все, я с вами прощаюсь, до новых встреч на канале, и спасибо, что смотрите нас. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok